Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы с вами продолжаем нашу любимую передачу в гостях у очень интересных людей, которые уже переехали в Дубай, которые готовы и рады поделиться своим опытом и, может быть, рассказать о каких-то своих инсайтах, каких-то своих трудностях, с которыми им пришлось столкнуться. Сегодня мы в гостях у замечательного человека, его зовут Клим. Он переехал в Дубай и решил поделиться с вами своим опытом. Давайте зададим ему пару интересных вопросов, которые у нас есть. Привет, Клим! Как дела? Как настроение? Все хорошо, все отлично. Скажи, как так получилось, что ты в Дубай вдруг решил переехать? Что ж, это очень долгая история. Я, пожалуй, начну со своих студенческих лет. Еще будучи на первом курсе, я решил для себя точно, что мне нужно во время его обучения и учиться, и работать. Это был как стопроцентный эффект на мне оказался. И, собственно, тоже для того, что на третьем и четвертом курсе меня отправили на стажировку. Отправили не куда-нибудь, а в Сингапур. Да, эта страна находится сейчас в Азии, собственно, где я раньше всегда находилась. И я продолжил свою стажировку также на Филиппинах. И через некоторое время посетила мысль, почему бы не посетить Дубай. Собственно, к этому же моменту моя официальная компания, университет Синергия, решили создать здесь филиал. И, собственно, меня пригласили как эксперта, как молодого специалиста с... с возможностями, с возможностями и с желанием. Пригласили работать, чем, собственно, я действительно благодарен этим людям. И сейчас я здесь нахожусь уже четвертый месяц, с апреля. Работа нравится, работа интересная. Занимаюсь тем, что развиваю филиал, представительство, попутно набираю на программу обучения, а также делюсь своим опытом с теми людьми, которые, конечно, спрашивают у меня. То есть есть друзья, которые спрашивают у меня, например, что особенного в Дубае? И чем тебе не понравилось так Сингапур, что ты решил, все, Дубай, точка? Да, да, это интересно. Может быть, ты нам расскажешь, сравнишь как-то эти страны? Потому что не все побывали в этих странах, но в чем Дубай отличается? Да, конечно, без проблем, потому что что такое Сингапур и что такое Дубай? Это мегаполисы, первое. Это цивилизованные страны. И это страны с высоким уровнем жизни. Я уверен, что многие наши телезрители знают, что в Сингапуре, например, нет коррупции вообще. Да, я даже не знаю. Так есть. Это для нас, для русского народа, с русским менталитетом это очень тяжело представить. Однако в Азии, Сингапуре, ее просто нет. Не существует. Как люди этого добились, это отдельная очень долгая история. Если будет интересно, могу как-нибудь на буднях рассказать еще. И что меня привлекло в Сингапуре, как в самом городе-государстве, именно это. Это Азия. Очень много там экспатов из Европы тоже. Также это больше, чем половина населения, конечно же, это китайцы. И получилось так, что мне пришлось выучить китайский язык. Ты знаешь китайский язык? Yes. Боже мой. Это же самый сложный язык на свете. Я бы не сказал, что я говорю так уж свободно, но на базовом уровне могу изъясняться и понимать речь. Собственно... А сколько языков ты вообще всего знаешь? Получается три. Конечно, я учил больше. Получается это английский, русский и китайский. Я пробовал учить эсперанто, немецкий, но как-то не пошло. Вот сейчас, думаю, в Дубае стоит ли изучать арабский. Но я думаю, что мы к этой теме вернемся как раз таки. Вот. И, собственно, о чем я хочу сказать, то, что если сравнивать Сингапур и Дубай, вы найдете очень много схожестей, в первую очередь. Потому что все мегаполисы во всем мире, они похожи. Но в то же время существуют огромнейшие различия. К примеру, здесь, в Дубае, люди... Мне было очень тяжело перестроиться с сингапурского настроя на настрой Дубая. Потому что здесь совершенно другой менталитет, другие правила, другие законы. И не знаю, кто так решил, но я попал сюда в месяц Рамадан. Как бы вот сейчас он как раз таки идет. И для меня это действительно испытание. Потому что раньше нигде таких запретов для себя я не видел. И сейчас это каждый раз, когда я хочу, например, попить воды на улице, либо поесть в кафе при свете дня, у меня встает как бы резонный вопрос, что нет, нельзя. Потому что есть такие правила, потому что есть религия, и эту религию нужно уважать. Потому что, как известно, как бы со своим самоваром в гости не ходят. И для меня самым трудом, наверное, при переселении в Дубае было как раз таки приспособиться к тем законам и правилам, которые здесь существуют. Однако, в то же время, я считаю, что это очень уникальный, интересный опыт. И если есть люди, которые хотят попутешествовать по всему миру, собственно, русскоговорящие, то им нужно обязательно начать именно с Дубая. Почему? Потому что здесь огромное число людей разговаривает на русском языке. Не только на английском, но и на русском. Даже таксисты, которые, собственно, сами из Пакистана, либо из Индии, они видят меня, либо других русских говорят. Окей, русский? Русский. На лево, направо, прямо? Отлично. Замечательная страна. Да, мне это действительно интересно. И для тех людей, у которых проблемы, например, с английским языком, конечно же, английский язык нужно учить. Понятное дело, что он за один день, даже за одно лето, он не выучится. Но с чего там нужно начинать? И Дубай, как платформа, как база, для этого очень подходящее место. Наверное... А вот скажи, вот хорошую тему ты поднял, про английский язык. Вот она вот очень многих, на самом деле, беспокоит, тема английского языка. Многие люди... Ну, ты же сам знаешь, в России не много людей знают английский. Да, мы учим 11 классов в классе, 11 классов учим английский, но никак не можем его выучить. Стоит ли ехать в Дубай, если ты вообще не знаешь английский язык? Хорошо. Я, наверное, скажу свое мнение, скажу, наверное, по этому поводу. В первую очередь, те годы, которые вы проводите за школьной скамьей, они, конечно же, не проходят зря. То, в чем проблема, собственно, стоит, это языковой барьер. Он, барьер в смысле, как бы очень просто его преодолеть, если просто найти себе силы и, наконец-то, заняться своим обучением, а не просто на уроке жевать жвачку или выучать в телефоне. Если вы действительно, у вас есть цель, я хочу вылететь за границу, хочу посмотреть мир, хочу изнесняться не на БМЭ, а на действительно хорошем английском языке, да, конечно, без проблем. Вот вам словарь, вот вам тетрадка, пишите, учите. Возвращаясь к вопросу о том, что важно ли знать английский язык, безусловно. Но если у вас сейчас нет знаний русского, о, простите, английского языка, первое, это обязательно, да, но если эти знания не такие уж глубокие, нужно все-таки с чего-то начинать, как я уже говорил. И главное самое, это преодолеть этот страх, страх перед тем, чтобы быть непонятым, страх перед тем, что меня засмеют, если я начну разговаривать на английском. Собственно, об этом вся и проблема есть. То есть русские, они английский на самом деле знают, и знают намного лучше, чем те же, не знаю, другие национальности. Собственно, мы можем их сравнить, и придем к выводу, что русский акцент очень похож на арабский, например. Есть такой, да? Да, есть такой. Почему, например, арабов нам так легко понимать, когда они говорят на английском? Собственно, да, потому что два человека, которые не говорят по-английски хорошо, понимают себя намного лучше, да, чем... Комфортно себя чувствуют. Комфортно себя чувствуют, конечно. А когда мы встречаемся с нейтивом, это просто дикий шок и ужас. Боже мой, если я сейчас что-то скажу неправильно, он же подумает, что я там какой-нибудь дурак, все, он перестанет со мной разговаривать и так далее. Ну, конечно же, это такое есть. Это психология, и я думаю, что людям просто нужно от этого избавиться. К примеру, опять же, возвращаясь к теме Сингапура, есть... Там есть блогеры, там есть русское сообщество, которое постоянно на эту тему дискутирует, постоянно постит какие-то посты в блогах и так далее. И было очень интересно с ними встретиться и пообщаться, как раз-таки узнать все мнения на этот счет. Мне очень понравилось. И, собственно, если у вас есть время свободное, вы без проблем можете найти это в интернете. То есть это официальные блоги в Сингапуре. И сравнить ту тенденцию, как русские экспаты переезжают в другие страны, мне кажется, это было бы интересно. Сравнить, например, не только Сингапур, не только Дубай, но и другие там Америка, пусть будет Канада и другие страны. По сути, зачем люди переезжают из страны? Это самый главный вопрос, который меня до сих пор волнует. Почему я уехал, почему мои друзья уехали, почему там другие? Где же ваш патриотизм? Да, где же мой патриотизм? Что ж, в первую очередь я буду всегда верен русскому языку. Я очень благодарен всем тем, кто меня научил русскому языку. И я бы не сказал, я был бы, наверное, против тех людей, которые говорят, что русский язык, в отличие от других языков, он совершенен, в нем столько много речевых оборотов, столько много выражений. Это все неправда. В английском языке все то же самое. Ребята, просто выучите английский язык на достаточном уровне, и тогда поймете, что русский язык, он не единственный в своем числе, и все то же самое можно сказать на английском и других языках. Просто если вы будете постоянно слушать, не знаю, задорного по телевизору, то, конечно же, у вас негативнейшее мнение сложится о загранице, о Америке, в частности, и о других странах. Это неправильно. Вы должны сами все видеть своими глазами, и поэтому берите в руку словарь, берите карандаш, езжайте в Дубай, без, не знаю, на нулевом. Берите билет на флэнболе. Конечно, берите билет и, пожалуйста, практикуйтесь. Потому что очень много людей сюда приехали с таким же знанием английского языка, как и вы. И самое главное здесь – это найти себя, я думаю, найти свою цель. И если у вас цель как раз-таки поднять свой уровень английского языка, Дубай – это действительно идеальное место. Почему бы и нет? Давай вернемся к тебе. Вот ты прилетел в Дубай, вышел из самолета. О, да. Первые впечатления твои? Мои первые впечатления. Я, наверное, расскажу больше вообще о дне. Мои первые дни. Да, я вышел из самолета, и мне потребовалось, наверное, минут 10, чтобы понять, куда я иду. Потому что я шел… Это не было лабиринтом, это были огромные просто залы. И, собственно, к этому я вообще не привык. Обычный аэропорт, не знаю, в Москве, в Астрахани, откуда я родом. Он маленький, понимаете? Вот есть выход, есть коридор. Ты идешь по нему, и ничего нет. Здесь же в Дубай тебе нужно пройти километра два, пока… Ну, по крайней мере, у меня, с моего трапа было так. Пока я дошел до, собственно, стойки для рис и так далее, и так далее. Ну, да, это было интересно. Сразу понял, что здесь люди не жалеют денег на свое обогащение, ну, как бы, на обогащение окружающей среды. То есть, если хотят, чтобы была пальма в аэропорту, там, в бетонном зале, я говорю, пожалуйста, вот тебе пойму. Хотят, чтобы драгоценности были в люстре, там, не знаю, алмазы сверкали. Почему бы и нет, собственно? Почему это хорошо или плохо, я не знаю, я думаю, что не мне решать. Но это смотрится, я должен отметить, очень красиво. У людей есть вкусы, у людей есть деньги, и это, наверное, самое классное сочетание, которое может быть вообще в жизни. А, ну, так вот, простите, по поводу дня. Самое важное, что я пришел как раз-таки в офис, это было здесь, и проголодался. Проголодался, решил покушать, собственно, открываю холодильник, достаю еду, закрываю холодильник, и мне показалось, что я сильно, слишком сильно хлопнул. Мои коллеги тоже обернулись, спросили, Клин, ты что, что с тобой случилось, ты настолько голодный? А, собственно, фишка в том, что началось землетрясение, в этот же самый момент. А, да, да. Если, вы помните, в апреле был толчок. Собственно, это было действительно смешно, потому что вроде как, я вроде как ничего не делал, все застряслось, попадали стаканы с пола. Хорошо, ты ходил холодильник. Собственно, мой первый день в Дубае был полон впечатлений, мне действительно понравилось, потому что, ну где же еще... Понравилось землетрясение? Вот, мужчины, собственно, берут документы, собираются тоже по полчаса. Ну, что, в итоге мы просто вышли, посмотрели, одвинулись и решили, ну ладно, тогда пойдем попить кофе. Собственно, попили кофе, и на этом наш день закончился, первый рабочий день в Дубае. Хороший, тебя был день очень интересный. О, да. Что тебе нравится в Дубае? Какие плюсы ты видишь в Дубае? Плюсы в Дубае? Может быть, там раз, два, три, там, может быть. Да, всегда плюсы, я думаю, что нужно с чем-то сравнивать. Вот, и плюсы по сравнению с чем? С Москвой, с Астрахани, с Сингапуром, с Филиппинами. Ну, с чем ты хочешь сравнить? Ну, давай с Россией. Потому что большинство у нас не Сингапура, все-таки, а люди, которые лежат с Россией. Ну, конечно, с Россией. Ну, так что, тем, кто захочет сюда переехать, большими плюсами будет, первое, это дороги. Второе, это метро. Третье, это менталитет других людей. И действительно много национальности. Например, если в России у нас очень много национальностей, раз, но мы, на самом деле, думаем как одно целое и думаем в одном направлении. То здесь же, здесь каждый человек, он настолько уникален и настолько он другой, разный, что ты порой не представляешь и думаешь, боже, почему я до этого не додумался? Я-то, я же, не знаю, я из России, у меня русский менталитет, а я вот не додумался, нет у меня смекалки такой. Насчет дорог, действительно, если вы водитель, если вы водитель в Москве, Дубай для вас покажется, ну, как минимум, райным. Почему? Потому что пробок здесь, первое, гораздо меньше, второе, качество дорог намного лучше. Про метро могу сказать, что, кстати, распространенный мир, что только в Дубае такое метро, то есть оно огреждено от поездов специальной стеной стеклянной. Собственно, это не единственное метро подобного рода, такие же есть в других мегаполисах. А с какими трудностями тебе пришлось столкнуться? Или, может быть, какие недостатки Дубае ты видишь? Можешь об этом тоже немножко? Конечно же, недостатки. Как-то, совершенно недавно я прочитал книгу, и мне говорилось о том, что, ого, Россия такая замечательная страна, вы используете труд соседних стран, чтобы, как бы, облагородить себя и так далее. Это было мнение иностранца. И здесь я понимаю, что здесь, собственно, то же самое. Все знают, что здесь экспаты составляют больше процентов населения. И представьте себе, что вы 10% местных, и все вокруг вас это люди из других миров, из других стран, с другими языковыми потребностями, с другими, с другой историей. И вам нужно как-то прижиться. Вам нужно использовать их так, по-умному, чтобы и себе досталось что-то правильно, и, собственно, престиж своей страны, своего города увеличить и так далее. Минус в том, что люди, которые ощущают себя экспатами, которые доходят до этой точки и перестают наслаждаться Дубаем, они понимают, что они, на самом деле, это просто, как бы, средство. Вот. Но в этом нет ничего, на самом деле, плохого. Потому что, первое, за это вам платят деньги, у вас есть зарплаты. Второе, вы живете в мегаполисе. И третье, почему-то вы не хотите возвращаться на родину. Потому что вам здесь все, значит, вас здесь все устраивает, вам все нравится. Поэтому, к вопросу о минусах. Здесь я не вижу действительно минусов, потому что каждый для себя абсолютно точно найдет что-нибудь, чтобы сказать, нет, это плохо. Вот у нас, не знаю, в Астрахани там намного круче это сделано. У нас там вобла есть, икра есть, а здесь вот нет. Ну, господи. Ребята, если хотите, пожалуйста, возвращайтесь в Астрахани. Если хотите жить в Москве, живите в Москве. Ну, а если вы хотите именно интернациональный опыт общения, если хотите разговаривать на нескольких языках и развивать себя как личность в разных слоях и сферах общества, почему бы нет? Попробуйте. Дорога. А трудности-то? Вот кроме Рамадана, то, что... Трудности. Какие еще трудности были? С какими столкновениями? Трудность? Что ж, я уже говорил, да, что английский язык здесь на уровне... Ну, я не могу определить его уровень, потому что у каждого человека он совершенно разный и порой непонятный. Наверное, самая большая трудность была с этой британской системой и с людьми с американским акцентом перестроиться на акцент индусов, на акцент русских и арабов. Ничего плохого я в этом не вижу, но если вы, как бы, достаточно хорошо разбираетесь в лингвистике, вы поймете, что очень многое зависит от того, как ты произносишь слова, и порой люди тебя могут неправильно понять. Собственно, для меня, наверное, первая неделя... Первая неделя всегда это период адаптации, адаптация для людей, которые приезжают. Ну, и да, все люди очень часто говорят, что здесь очень жарко, слишком жарко. Так, ребят, я здесь уже несколько месяцев. Я посетил самый жаркий месяц. Это Рамадан, как я понимаю. Я еще не умер. Надеюсь, что все будет хорошо. И что я могу сказать, что жара комментируется тем, что у вас дома, в метро, на работе, в торговых центрах во всех и во всех помещениях есть кондиционер. Поэтому из жары в плюс 50 вы попадаете в зону комфорта в плюс 20 градусов. И особых, особых, наверное, неприятностей с вами здесь не произойдет, потому что я уже здесь как бы несколько месяцев. И я понимаю, что я здесь не болею вообще. То есть раньше бывало там в Сингапуре или на Филиппинах и даже в России, что как-то так получалось, что я заболеваю постоянно. То есть это ОРВИ, это грипп и так далее. А здесь даже несмотря на эту разницу температур, ты не заболеваешь. Почему? Для меня остается пока загадкой. Еще бы я хотела отметить, что многие мои друзья, знакомые, они жалуются на то, что из-за жары у них портится, из-за климата вообще портится кожа, портится настроение и так далее. Я не знаю, как к этому относитесь вы. Почему-то мне кажется, что человеку лишь бы пожаловаться. И да, с моей стороны я хочу сказать, что я жаловаться не хочу, поэтому, собственно, минусов Дубая я не вижу. В общем, такой вопрос, такой самый очень главный, самый волнующий по поводу работы, где многие приезжают, потому что, ну, ты же сам, наверное, понял, что визу тебе работодатели открывают, если у тебя нет визы, то в Дубае нет никакого Дубая, да? Как у тебя с работы сложилось? Как так получилось, что ты, ну, попал в Дубай? Ты уже сказал, что тебя пригласили, да? Но ты об этом попросил. Или вот как это? Как твоя работа здесь? Можешь немножко о работе сказать? Да, конечно. Еще раз, я работаю в университете Синергия. Здесь мы открываем филиал представительства, будет он называть Синерджи-ниверсити. И мы будем располагаться в JLT. И, собственно, как ты сюда попал, в эту систему? Так получилось, что происходил конкурс, конкурсный отбор на место для человека, знающего английский язык и русский язык, сюда в Дубай для того, чтобы координировать образовательный процесс и набор. Из всех кандидатов мой работодатель решил, что я, как бы, более достойный, наверное, почему, это уж, наверное, вопрос сниму. Но я очень благодарен, и я уже здесь обосновался, все хорошо. По поводу вопроса с визами. Обычно у меня есть, как бы, здесь достаточно большое количество знакомых, которые приезжают, на самом деле, на туристической визе. То есть она дается максимум от 1 до 3 месяцев. И что обычно люди делают в это время? Они каждый день встают, там, 6 утра, идут в предполагаемое место работы, где они хотят, где они чувствуют, что они хотят работать. Это может быть шоппинг-молл, это может быть консалтинговая компания, это могут быть другие разные компании, там, значит, их огромное количество. И в какой-то момент они понимают, что да, есть спрос, есть предложение, потому что Дубай, он до сих пор развивается, он не стоит на месте, поэтому рабочих мест здесь огромное количество. И, собственно, все, что вам нужно сделать, это просто либо согласиться на условия работодателя, потому что вы знаете здесь, да, что если вы уже решили работать, то у вас есть, там, 2-3 года, у вас подписывается контракт, вы должны выполнять свои обязательства, и, соответственно, работодатель должен выполнять свои. Ну, таким образом, единственный совет, наверное, тем, кто приезжает сюда, чтобы искать работу, почему вам сначала не приехать сюда как турист, и, наверное, первые недели 2-3-4 посмотреть, как оно выглядит у себя изнутри. Потому что быть может так, что вы не приживете здесь, пройдет месяц, второй, третий, и вы почувствуете какую-то апатию, что вы здесь не хотите жить вообще, город вам не нравится. Для таких людей специально есть такая система, то есть я думаю, что и ваш проект, собственно, направлен в эту же сторону, то есть сейчас люди смогут посмотреть, как другие люди видят это изнутри, но все-таки пока вы не попробуете это на своей шкуре, вы не можете быть уверены, что действительно приживете здесь. Поэтому если вы ищете себя в работе в Дубае, определенное нужно составить, наверное, хорошее, не то, что хорошее, просто мнение о Дубае, используя несколько источников, в том числе это и официальные сайты о Дубае, в том числе это и форумы, это и разные сообщества, это не только наш сегмент русскоязычный, там, Рунет, но и, конечно же, английский тоже. Далее, по поводу трудностей с визой. Бывает такое, что некоторым людям с визой отказывают. И в этом, наверное, есть минус в Дубае, то, что ты не можешь быть на 100% уверен, что да, тебя возьмут. И как бы у вас должны быть какие-то, определенные какие-то сейвингс, чтобы в случае какой-то плохой, не дабы, конечно, ситуации, но у вас были деньги на еду, на снять жилье, или в крайнем случае улететь из Дубаи, там, в свою родную страну, в свой родной город. Сколько ты посоветуешь брать с собой деньги? Ого! Ну, это, конечно, зависит от аппетита наших телезрителей, но дело в том, что давайте начнем этот вопрос, ответ на этот вопрос, с того, сколько обычно вы тратите здесь в Дубае в день, сколько иначе, чтобы, не знаю, проесть, наверное, да? Значит, за день давайте берем приблизительные цены, это по 30-40 дирхам за обед, например, дальше 20 дирхам, если покушать едой из супермаркета, например, и 10 дирхам на завтрак, а не знаю, какие-нибудь яйца и что-нибудь в этом роде. Итак, в итоге у нас получается около 50-60 дирхам, что означает около 500 рублей в день. Из этого исходите то, что вам нужно еще передвигаться, это как минимум плюс 8 дирхам в день, в ту и другую сторону. Это на метро, да? На метро, да. Но если на такси, конечно, это получится дороже. И на такси в чем фишка, то что, если вы не знаете территорию, вы лучше, не знаю, погуглите еще раз, потому что, может быть, можно доехать не на такси, а на метро. Да, на такси комфортнее, да, там, приветливые пакистанцы говорят на русском языке, но все-таки в любом случае деньги нужно экономить, особенно если вы приезжаете сюда и пытаетесь, как бы, обжиться. На первое время нужно экономить. Старайтесь жить рядом с метром, это вам поможет в будущем. Я вручаю 100%, потому что, когда... Это на первых пырах кажется, ах, тут же недалеко пройти, вон там видно уже, Бурш-Халифа видно. Я в Чак-Сто иду. Это не так, ребят. И несмотря на то, что здесь дороги очень хорошие, как бы еще для педестрианцев, то есть для пешеходов, это еще немного проблема, чтобы дойти из одного, из точки А в точку Б. Это еще проблема, я думаю, что они решат ее в скором времени, ну, либо не очень в скором, но в это время вы стараетесь найти себе жилье где-то поближе к метро и поближе к работе, потому что, собственно, почему здесь сюда едут люди работать, чтобы работать, именно работать. Это означает не 9 часов, как у нас в России, да, это означает 24 часа. То есть, если вы хотите работать, если хотите зарабатывать денег, деньги, вы должны выкладываться на 100%. Без этого вы далеко не уйдете. Собственно, наверное, это мой совет тем, кто захочет сменить свое место жительства на Дубай. Дуран, спасибо огромное, потому что замечательный совет, я полностью соглашусь с этим советом. Ну, ты такой вот молодой, энергичный такой. Спасибо большое. Цвет тебе очень идет, этот оранжевый, все-таки нужно тебе придать. Как ты свободное время проводишь, можешь рассказать? И в Дубай живут, где-то туда. Да, свободное время. Опять же, не буду переходить на личности, потому что каждому человеку свое. Для меня свободное время, я занимаюсь всему несколькими видами вещей. То есть, это чтение, это развитие себя как личности, это практика своего языка, либо своих других языков. Далее, это общение с друзьями, общение с потенциальными партнерами, инвесторами, инвесторами в свои собственные проекты. И, конечно же, ну, куда же бежать без этого, потому что вы в Дубае, ребята, поэтому это шопинг-моллы и это пляжи. Собственно, чем гордится этот город, чем гордятся все его местные жители и приезжие? Тем, что в любое время дня, ну, конечно, не ночи, но дня как минимум, если вы зайдете в шопинг-молл, вы увидите, что там очень много народу. И, собственно, возникает вопрос, людям нечего делать? Зачем они приезжают? Они приезжают, чтобы купить одежду, чтобы хорошо покушать, чтобы посмотреть на мир и так далее. В этом случае, конечно же, очень интересно проводить свои выходные в свободное время в Дубае-молле. Я живу, на самом деле, немного дальше, чем хотелось, да, поэтому я живу в Марине, и, получается, мне ближе к Марине-молл. Там, что интересно посмотреть, а, собственно, все то же самое, только в уменьшенном формате, варианте. И, ну, все хорошо то, что если вам что-то действительно необходимо, там, не знаю, вашей девушке необходима сумочка именно бежевого цвета, с там, заклепками, вы это найдете здесь, я уверен. Или если вы, не знаю, инженер-программист 10-го разряда, и вам нужна какая-нибудь замудреванная фигурина, только, не знаю, в Пакистане ее производят, пожалуйста, вот она здесь. То есть Дубай, на самом деле, можно найти, если искать. Можно найти все. Также в ВКонтакте и на Фейсбуке очень сейчас распространено один постер. Это, если вы знаете, смотрели фильм «Спарта», да? И обычно... «Спарта», да. Да, обычно в ВКонтакте люди прикалываются, что это «Спарта». Вот, так вот, здесь есть такой район «Дейра». И люди говорят, это «Дейра». Ребята, это «Дейра». Собственно, некоторые русские называют ее просто «Дера». Это название неправильное, нужно предносить «Дейра». Давайте не путать. И, собственно, как туда добраться? Туда добраться можно несколькими способами, в том числе на метро, на такси. Автобусы я еще ни разу не пробовал. Я не знаю, почему, но у меня, честно, я просто боюсь. То, что есть автобусные остановки здесь, в Дубае, это здорово. То есть они закрыты полностью, они кондиционируемы. Но в сами автобусы я пока туда не хожу. Это мое, конечно, суббогличное мнение. Какие районы поставили это, что ли? Для жизни. Ну, это в зависимости от того, сколько у вас денег. Собственно, это логично, да? Обычно считается, что есть самые престижные районы, и есть районы, которые удалены от города, и, наверное, стоят, конечно же, дешевле. Для жизни среднестатистического человека я бы посоветовал, скорее всего, как раз-таки GLT и Марину. Почему? Потому что здесь жилье не такое уж дорогое. Можно найти вполне, если вы приезжаете, например, с семьей, то, соответственно, доход каждого члена семьи, вы как бы в бюджет и войдете, это точно. В GLT почему хорошо и удобно жить? Потому что здесь огромное количество кафе, дальше здесь все строится только, но это и плюс, потому что сейчас пока все дешево. Дальше это хуже, через 2-3 года вы только будете мечтать о таких ценах, которые здесь есть сейчас. И что здесь хорошего, то, что здесь будет парк, например, к этому сентябрю уже обещают достроить парк. Это район озер. Здесь огромная инфраструктура, то есть это компании, все международные бизнес-центры едут в эту фризону, чтобы загустирить свою компанию. На данный момент больше, чем 7 тысяч компаний здесь. Дальше, что здесь еще есть хорошего, это доступ к метро, то есть есть 2 метро, метростанции я имею в виду, это GLT и Марина. То есть в какой бы зоне GLT вы не жили, вы все равно выйдете к метро, и это дешевле, это ближе, доступнее. И возможно в этом и есть плюс жизни именно здесь. Многие русские и русскоговорящие люди, они живут в Марине. Почему? Потому что это считается самым, наверное, дорогой, самое дорогое место. Почему? Потому что есть такая Принцесс Тауэр, например, это самое высокое жилое здание в Дубае, значит, это больше, чем, не знаю, не совру точно, 90 плюс или что-то в этом роде, либо 190. Мы не ошибемся даже, по-моему, в мире самым. Либо, да, либо в мире. И получается так, что за это платят люди, за то, чтобы жить в самом высоком здании мира. Однажды я там был, что я могу сказать по этому поводу, там всего около то ли 6, то ли 8 лифтов. И люди оттуда съезжают только потому, что они не могут добраться до своей квартиры в определенный срок. То есть им необходимо ждать от 4 до 8 минут, чтобы просто добраться до квартиры. Здесь же, в других многоэтажках, эта проблема решается достаточно просто. То есть даже если это всего лишь, не знаю, 30 этажей, все-таки лифта не так долго ждать. И в любом случае, даже если вы там в пентхаусе живете, ничего страшного. Здесь, кстати говоря, есть несколько типов жилья. Это, наверное, очень важно будет всем услышать, потому что есть кондоминиум, как обычно их зовут. То есть это многоэтажки с бассейном, с отдельным балконом, с one-bedroom, то есть зал, например, зал, кухня и так далее. Есть виллы, то есть это одно-двухэтажное здание, которое полностью под вас, то есть, грубо говоря, по-русски это будет дача, в черте города. Дача в Дубае. Дача в Дубае, да. Ну, собственно, наверное, и третий момент. Это обычно люди sharing делают. То есть это живут по соседству с кем-то, либо снимают в одну квартиру на двоих, либо даже одну комнату на двоих. Поэтому это получается дешевле. Собственно, если вы, не знаю, молодой перспективный специалист, который собирается покорить Дубай, как уже покорил Москву, то почему бы вам не попробовать сначала пожить с кем-то вдвоем? Почему? Потому что это будет, обойдется вам дешевле. И второе, наверное, это удобнее, потому что большинство людей, экспатов, которые приезжают сюда в первое время, там, в первые 2-3 месяца, они очень одинокие. Дело в том, что не потому, что здесь какие-то проблемы в общении, но, скорее всего, потому что не остается времени на общение. Да, есть пятница, четверг, пятница, суббота на клубы, на развлечения и так далее. Кстати говоря, я надеюсь, что все знают, что здесь четверг, это последний рабочий день недели и воспринимается сразу как пятница, поэтому, thank God, it's Thursday already, И здесь получается таким образом, что люди готовы, люди готовы жить в любом районе, главное, чтобы поближе было к работе. Собственно, то же самое, мой выбор был абсолютно предсказуем, я хотел бы быть ближе к работе, это всего одна станция метро, и в то же время, чтобы были какие-то развлечения, это кафе, это рестораны, поэтому я думаю, что всем тем, кто захочет переехать в какой-то жилищный комплекс, вам нужно искать квартиры именно либо в Марине, если у вас есть как бы сбережения, средства, либо у вас хорошая заработная плата, либо ваш работодатель плачивает ваше рабочее, в смысле, жилье, либо в GLT, тоже район очень хороший, дальше это International City, я не уверен, что вам следует туда ехать, Jabal Ali, это очень далеко, это уже ближе к Абу-Даби, то есть по дороге в Абу-Даби, ну, если вы работаете где-то там, да, почему бы нет. Дальше, что Ибн-Батута, ну, собственно, это и есть Gardens, туда я абсолютно не советую никому заселяться, и лучше оставь это место тем, кто сейчас его там заселил. Возможно, вам понравится в Дэйре, потому что там более дешевые продукты, инфраструктура, конечно, немного хуже, чем, как бы, в основном в городе, но в то же время это не так далеко от центра. Если центр мы считаем Бурж-Халифа, конечно, то, собственно, это примерно одинаковое расстояние, вы можете туда-сюда добраться на метро. Последний вопрос? Заключительный. Заключительный. Что ты посоветуешь тем, кто переезжает в Дубай? Уже столько советов создавал, да? Ну, еще что-то. Да, единственное, наверное, то, что я хочу посоветовать тем людям, которые хотят переехать в Дубай, это, первое, не стесняться в познании английского языка. Всем он пригодится. Это действительно мировой язык. Вы на нем сможете изъясниться студентцем, с французом, с кем угодно, если у вас, не дай бог, какая-то нештатная ситуация. И, второе, наверное, выходите из зоны своего комфорта, берите учебник, берите брошюры, не знаю, берите проспекты о работе, либо об учебе, либо еще о чем-то, читайте, вникайте в информацию и приезжайте. То есть, сейчас, если вы стоите на пороге такого вопроса, ой, стоит ли туда ехать, ну, там же, вот, не знаю, там и пакистанцы разговаривают на русском, мне это не нравится вообще. Забудьте об этом. Какая разница на то, что думаю я или то, что думает миллион других людей, которые уже здесь есть. Это ваша жизнь и вы должны решать. Если вы решили, то принимайте решение и езжайте. Зачем сейчас создавать такую ситуацию непонятную для вас самих? То есть, вы сами уже еще не знаете, чего вы хотите, но с другой стороны вы хотите и хотите с другой стороны. Мой совет будет таким, выходите из зоны своего комфорта и действуйте. Здорово, супер, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Замечательные советы, замечательные ответы, вопросы. И вот хотелось еще сказать и спросить, вот если кто-то из наших участников вдруг захочет с тобой познакомиться, спросить может тебя что-то. Как с тобой можно связаться и можно ли вообще? Конечно, можно. Я такой социальный человек, социальный очень даже. Почему? Потому что, наверное, в большей степени из-за работы своей. Но, собственно, ко мне можно обращаться не только по рабочим вопросам. Я надеюсь, что это достигнет понимания. Собственно, меня можно найти в ВКонтакте, меня можно найти на Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграме. Везде это одно и то же. Это Клим, Попов. Сейчас проживание Дубаи, собственно, поставило, так что можете легко найти. Мы можем, наверное, дать ссылочку на твою стрелочку внизу нашего видео, если кто-то захочет, они добавят тебя в друзья. И также, наверное, тем людям, которые используют эту сеть, чтобы найти партнеров по бизнесу, либо, что для нас важно, то есть для нашего бизнеса, это обучение. Я думаю, что будет тоже интересно людям просмотреть ссылки, которые у нас есть, на наш веб-сайт, на наши страницы на Фейсбуке и ВКонтакте. И если вас что-нибудь заинтересует, собственно, я почти 24 часа сутки готов ответить на любой из вопросов, посоветовать это в вопросах о визе, о проживании, о обучении, о стоимости обучения и так далее, и так далее. А также для компаний, которые здесь русскоязычные либо нет, в зависимости от аудитории, которая нас смотрит, желают войти в так называемое партнерство, либо обсудить какие-то моменты, мы тоже приглашаем на встречи, мы доступны, готовы, пожалуйста, приезжайте, приходите. Супер, здорово. Я хочу сказать огромное спасибо за приглашение, для меня действительно, это был интересный опыт, не знаю, как будет в дальнейшем, надеюсь, что это не последнее мое видео и в будущем я смогу поделиться своим опытом, своими мыслями с другими пользователями тоже. Что ж, я думаю, что ваш проект действительно пойдет, я в это отлично верю, вы можете взять мое слово и показывать теперь всем, что Клим Попов сказал, что проект пойдет, значит, проект пойдет. И желаю, наверное, самореализации, я уверен, что помощь другим она принесет огромные плоды и я уверен, что те люди, которые сейчас уже присылают вам благодарственные письма, они делают это от чистого сердца и я надеюсь, что со временем их станет только больше и больше. Спасибо огромное, очень приятно. Друзья, на этом все. Спасибо огромное Климу за то, что он выделил свое свободное время, которого не так много в Дубае и поделился своим опытом, ответил на наши очень сложные камерзные вопросы. Добавляйте в друзья клипу, спрашивайте его вопросы, дружите, узнавайте что-то. Буду рад пообщаться, спасибо большое за внимание. С вами был проект InDubai. Друзья, если вы так же вы живете в Дубае, вы недавно переехали, вы хотите пригласить проект InDubai к себе в гости, поделитесь своим опытом, пожалуйста, добавляйтесь ко мне в друзья в ВКонтакте либо пишите мне по вот этому вот адресу. С вами был проект InDubai. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok